Опа, наращивается, наращивается. А вот, классно, уже чувствуется такая небольшая атмосфера. Были бы англичане, пели бы уже во всю, на всю метро, на все станции. Итальянцы, даже такие поющие. Хочет парень купить тикет или продать. Стадио Миацца, это официальное название стадиона Сансира. Стадио Миацца. Пока все спокойно, пройти можно. По времени вполне успеваю, можно еще и бокал пива закинуть. Вот вам, пожалуйста, Сансиро. С детства я его смотрел по телевизору, теперь вижу вот так вот близко. Огромный стадион, просто огромный. Интер, Милан. Футболки, значки, сумки, бейсболки, шарфы. Ну все просто, все есть. Вот шарф этого матча. Сейчас узнаем, сколько он стоит. А, всего 10 евро. Ну, я думаю, такой шарф нужно купить. Совсем другое дело с шарфом, с пивком. Уже иду как стоит. 25 марок. Сейчас надо посмотреть на свой билет и понять, куда правильно мне заходить на эту хромадингу. Уже публика свистит. Надо заходить. Хотя еще домачат целый час. Заходи, зашел, все нормально. Мне надо обыскали, пропустили. Но я не могу зайти. Теперь через этот вот штрих-код мой не срабатывает. Иду вот в эту комнату решать вопрос. Почему не работает? В общем, зашел я на стадион, выстоял очередь к окну, где решают проблемы. Минут 10 или 15 стоял. Оказалось, что я зашел не в те ворота. Я зашел в 10-е, а тут нужно было в 5-е зайти. Ну, в общем, все успеваю. Времени еще достаточно. Вот Сансиро красавец. Теперь захожу непосредственно на саму арену. Теперь еще вход такой спиралевидный, который вот сзади меня находится. Там написано места. Вот, допустим, 337-342. У меня место 347. Это не пройду. Я покупал самый дешевый билет. Он стоил 76 евро на этот матч. На рядовой матч Милана можно купить за 30 евро билет. Но на дерби очень большой спрос. Болельщики не только из города Милана хотят попасть на этот матч, но также болельщики из разных стран. Не только из Италии, но и из других стран. А тут тоже перегорожено интересно, что там, где наше место. И людей развернули. Говорят, идите, заходите по другому входу. Несмотря на то, что, судя по надписям, вы не попадете на ваши места. Вот, да? Будем заходить. Вот так выглядит. Вход на Сансиро. Ну, такой бетон весь, как будто какой-то подъезд. Полестница быстрее, но интереснее всю жизнь и здесь. Настоящий квест. Как найти свое место на стадионе Сансиро. Закручиваемся все выше и выше. Мне дали такую газетку футбольную почитать. Но у нас на стадионах принято на газетках сидеть. Я знаю, что на европейских стадионах так не практикуют. Посмотрим на чистоту сидений. Закручиваемся дальше. Наконец-то. Вот похожее уже на то, что можно сделать в стадион. Я буду звать свое место. В общем, вас Кройген. Я на своем месте. Вот почему места дешевые. Потому что здесь есть стекло. Либо стоя смотреть, либо ты просто не увидишь атаку на эти ворота. Blizzard. Блин. Блин. КОНЕК ВОЛОЦАИН. БОЛ. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот фаны их внизу, очень громкие, они такое ощущение, что этот сектор перекрикивает всех фанов Милана Разыграли штрафной удар Пошли разборки, что не так, давай VAR включай, но по-моему все чисто было Что-то взяли пересмотреть эпизод VAR Сейчас судья определится, был гол или нет, может там офсайт или какое-то нарушение Но сейчас в любом случае мы услышим рев трибун, потому что кто-то будет доволен, а кто-то недоволен Гол Фанам Интера удалось за один гол два раза порадоваться Интер ведет 0-1 Фаны Милана просто горят, я не знаю в чем они там загорелись Но они просто горят красным цветом Дымят и горят, навес угловой Ну очень атмосферно здесь побывать, просто стадион шикарный Шикарный, удобно смотреть футбол Папа Сразу до кипец Кроме стола, ой, без пекло есть там не любит рассмотрение Так классно Сейчас еще угловой будет Пока заряд есть 2% Друг сейчас гол с хватит Провес Интер выносит